Мама Пока мама на работе, маленькая Полина гуляет с няней. Для помощницы Галины это уже пятая семья, в которой она помогает расти детей. Благодаря сарафанному радио няня не сидит без работы. Можно много чего делать, но не любить. Я считаю, что любовь должна быть на первом месте. Остальное там уже все прикладывается. О чем просят, все делаем ради таких вот красивых поляшечек. Родители нашли помощницу по рекомендациям знакомых. Для мамы было важно, чтобы ребенок, который не любит чужих людей, нашел контакт с няней. Я полагалась на свое какое-то внутреннее ощущение, на состояние ребенка, как она с ней общается. Ну и, наверное, чтобы какие-то взгляды общие были у няни с нами, с ребенком. Так где же ее найти такую, с которой будут совпадать ценности и методы воспитания? Первое, что приходит в голову, поискать в интернете. В сети можно найти сайты и форумы, посвященные поиску идеальной няни. Там и предложения о тех, кто ищет работу, и объявления о тех, кому нужна няня. В онлайн-каталогах можно найти возраст, образование, опыт работы. Только все это можно выдумать. Еще один вариант – обратиться при поиске няни в агентство. Но никто не гарантирует, что няня с высшим педагогическим придется по душе ребенку. Я не знаю, что делать. Я говорю, что такое. Мне понравилась Калина Владимировна, человек, имеющий педагогическое образование и так далее. Ну или я выбрал Наталью Петровну. Наталья Петровна имеет среднее образование, но она настолько добродушна, она с огромнейшим опытом работы. Другая сторона медали – видеонаблюдение. В агентствах уверяют – следить за тем, что происходит с малышом, пока вас нет дома – нормально. Такие камеры стоят почти у 80% красноярских родителей. Сами няни чаще всего в курсе онлайн-слежки. А если совесть чиста, можно быть спокойным. Мы только приветствуем это. Почему? Потому что няни, которые работают в семьях, они не боятся работать в условиях видеонаблюдения. И наша няня Галина знает, что в доме у ее воспитанницы есть такая камера слежения, но говорит, что ничего не боится, потому что любит малышку, как родную. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова